Постоянно идет информация о том, что любые процессы в Башкортостане облагаются определенной данью, определенными взятками, определенными откатами. А также Ерик Ишмухамедович утверждает, что на Новый год-то все уедут из города. Какого черта елки расставлять и деньги на это тратить? На примере Салавата будет произведена некая показательная порка. Было бы любопытно проанализировать поставщиков, которые поучаствуют в этом аукционе. Информации так много, что разобраться в данных практически невозможно, но на этой неделе поступила очень четкая и понятная информация. Мало того, что они, как говорится, отбашляли всем этим ребятам. На этой неделе стало известно, что Башкортостан в рейтинге самых коррумпированных регионов России занял восьмое место. Это, безусловно, большая победа для администрации Хамитова. Долгие семь лет республика шла к подобному результату. Это, конечно, звучит, так сказать, в полушутку, но на самом деле все это действительно ощущается. Уровень коррумпированности власти превысил все возможные пределы. Со стороны бизнеса, общества, со стороны социальных предпринимателей постоянно идет информация о том, что любые процессы в Башкортостане облагаются определенной данью, определенными взятками, определенными откатами. Я думаю, что восьмое место для Башкортостана по уровню коррупции – это очевидная иллюстрация тех усилий, которые предпринял Рустам Закеевич на посту главы республики за все семь лет. Ирик Елалов отметился огромным количеством экзотических высказываний. Судя по всему, его обучение поведению перед камерами и в области масс-медиа закончилось. Тем не менее, пользы принесло немного. В частности, например, Ирикиш Мухаммедович нам предложил устанавливать одну-единственную елку на Новый год в городе по двум причинам. Судя по его логике, мы уже практически приблизились к состоянию города Милана, в котором он однажды видел одну-единственную елку. А также Ирикиш Мухаммедович утверждает, что на Новый год-то все уедут из города. Какого черта елки расставлять и деньги на это тратить? Очевидно, что мэр нашего города проживает в каком-то вымышленном мире, в собственной реальности. Он не знает о том, что менее 10% населения Уфы в принципе в состоянии покинуть город, имеется в виду, имеют такую возможность финансовую на каникулы зимние. И то, что город наш совсем не Милан, видимо, до Ирикиш Мухаммедовича тоже неизвестно. Также наш славный мэр возмутился тем, что всего за одну неделю влажной погоды город умудрился превратиться в грязную лужу. Он, как обычно, обвинил в этом всех кроме себя, пригрозил дорожникам, которых будет карать страшным образом. Ну, это уже по меньшей мере смешно, потому что все эти дорожники, все эти строители, вся эта сфера уже много-много лет находится под полным контролем Ирикиш Мухаммедовича, приносит ему неплохие барыши, и при этом он еще смеет ее критиковать. Ну, как-то нелогично. Видимо, вот заигрался чуть-чуть наш мэр. Ну, а также он нам сообщил о ценности наследия Великого Октября и высказал свое мнение о том, что все, что в истории было, как бы должно остаться. Ну, такая весьма своеобразная формулировка. Совершенно непонятно, что это означает, но Ирикиш Мухаммедович так выразился. В общем, наговорил мэр Уфы на этой неделе достаточно много. В продолжении истории прошлой недели о том, что надвигается отставка мэра Салавата, можно упомянуть то, что кроме самого мэра Салавата Гельманова, по всей видимости, в сферу внимания правоохранителей попали и основные действующие лица этого города. Это господин Фенин, бывший первый зам Гельманова, а ныне депутат. Это госпожа Разумная Флорида Гафуровна. Есть такая, значит, дама в этом городе, которая возглавляет фонд поддержки социального развития города Салавата, в который с приходом Гельманова на пост мэра этого города мгновенно начали поступать пожертвования крупнейших предприятий города, водоканала, охладокомбината, энергосетей, трамвайного управления и так далее. Годовой оборот этого фонда составил ни много ни мало 300 миллионов рублей. И ежегодно эти денежки осваивались. В общем, у правоохранителей масса вопросов к Гельманову, Разумной и Фенину. И я думаю, что на примере Салавата будет произведена некая показательная порка маленького регионального начальника, который уже совсем потерял берега. Будем наблюдать, как будет развиваться эта ситуация. По крайней мере, процесс идет. Продолжается история с отстранением от своих полномочий Виталия Буркина. На этой неделе портал ПРУФУ провел опрос жителей Башкирии на предмет того, справедливо ли был лишен своих полномочий адвокат Буркин. Абсолютное большинство людей, участвовавших в опросе, заявили о том, что отстранение Буркина было незаконным, несправедливым и неправильным. Сейчас идет процесс подготовки документов для оспаривания этого решения адвокатской палаты Республики Башкортостан. Надеюсь, что в ближайшее время Виталий восстановит свой статус адвоката и продолжит свой, безусловно, полезный труд на ниве защиты людей в судах, отстаивания их прав и возможностей. На прошлой неделе произошла история с попыткой администрации Хамитова приобрести мебель по завышенной цене. Эта история попала в прессу, эту историю мы освещали. Примечательное то, что на этой неделе конкурсные процессы не были остановлены. Господин Шагалин, как говорится, настаивает. Я не знаю, с чем это все связано, или действительно так сильно деньги нужны, или уже просто совсем обнаглели. То есть троекратное, пятикратное завышение цены. Но примечательно, что уловка у них такая интересная. Они не покупают мебель, они ее заказывают на изготовление. Было бы любопытно проанализировать поставщиков, которые поучаствуют в этом аукционе, насколько они действительно обладают производственной базой, и насколько они не являются на самом деле посредниками, перепродающими дешевую мебель по завышенной цене. Обязательно эту историю отследим, обязательно проконтролируем, что это были за участники аукциона, и обязательно об этом расскажем в следующих выпусках. Продолжаются дорожные истории в городе Уфе. Бесконечные разговоры о ремонте, ямочном ремонте, неимоверных достижениях администрации Елалова на почве, приведения город в порядок и так далее. Тут еще наш комитет по дорожному строительству подключился. Новый юноша, руководитель из Москвы. И, в общем, конечно, информации так много, что разобраться в данных практически невозможно, но вот на этой неделе поступила очень четкая и понятная информация. Более 50% дорог в городе Уфе не соответствуют нормам дорожного строительства. Если вдуматься в эту цифру, то, в принципе, наверное, говорить уже больше не о чем. В плане тех достижений, которые без конца декларирует господин Елалов, город приходит в упадок, дорожное строительство вбухивается все больше и больше и деньги, при этом результат все хуже и хуже. Тут, по-моему, нужно не кровати менять местами, а, как говорится, участниц процесса менять в заведении. История с так называемым башкирским миллиардом продолжается. По-моему, этот сериал не будет иметь конца, и мы будем еще многие годы наблюдать эту историю. Я имею в виду историю с расселением ветхого жилья, где тупо был украден миллиард, теперь, значит, этот миллиард повсюду ищут, пытаются вернуть из бюджета республики, требуют вернуть из бюджета города и так далее, и так далее. И вот на этой неделе стало известно, что мэрия, в свою очередь, будет теперь судиться с этими застройщиками, которые, собственно, и были проводниками этого миллиарда в карманы чиновников Белого дома и городской администрации. Несчастные строители могут стать крайними. Теперь, значит, они, мало того, что они, как говорится, отбашляли всем этим ребятам, организаторам этого хищения, они теперь еще могут и поплатиться собственным миллиардам. Я не думаю, что строительное сообщество Уфы, которое сполна заплатило все дани, подати и, значит, откаты участникам этой преступной группировки, что эти строители готовы теперь еще вторично это все дело выплатить в бюджет Российской Федерации, и будет очень забавно понаблюдать, как это разбирательство будет дальше происходить. То есть какой-нибудь господин Носков, насколько готов раскошелиться повторно, чтобы только прикрыть спину своего покровителя, я не уверен, что у Носкова возникнет такое желание. И тут мы можем увидеть такой интересный конфликт между покровителями и, значит, этими подопечными, которые могут между собой, в общем-то, не договориться. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова